Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард и на ваших экранах FIFA 16. Пока что пробная версия на Xbox One, в этом сезоне мы будем играть отбросов на Xbox One, в этом первом выпуске мы с вами зайдем в Ultimate Team, посмотрим каких игроков нам предоставит игра, мне очень интересно кто же нам выпадет, с кем мы проведем первый месяц игры FIFA 16 в Ultimate Team за отбросов, кто будут нашими первыми отбросами, кто нам выпадут в самых первых паках, в общем запускаем и посмотрим что же в итоге нам выпадет, какие игроки будут, я не знаю, вы можете написать, ну чтобы не схитрить вас особо, ну то есть я доверюсь вашей чести, вы можете написать каждый в комментарии 11 игроков, которые вы думаете что могут выпасть, и только потом досматривайте эту часть ролика и посмотрите насколько вы угадали, мне кажется это будет интересно и вам, и мне, а пока мы загрузим последние обновления, и как только откроется самый первый пак, я вернусь, потому что вдруг тут нужно будет пароль ввести или что-нибудь типа того, а нет, вот что нам показывают, 4 игрока. Георгий, блин, чердавцы. Вау. Ну я знаю как играть в Ultimate Team. Я знаю как играть в Ultimate Team. Давайте возьмем Месси. Ну это первый пак, мне кажется, он не... Ну да, Леональ Месси. Ура, я уже выбил Месси в отбросах, вот блин, повезло-то. В общем я сейчас... Да, спасибо, Георгий. Колодин, пускай страшная. В общем, я конечно сейчас перебиваю, я все понимаю, но... Я сыграю сейчас этот матч, потому что он нам не нужен, и как только уже мне дадут выбрать свою команду, мы продолжим. Изменение в сыгранности команды... Итак, на вашем счету в фут 15 есть фифа-поинт, хотите перенести их в фут 16, необратимое действие, перенесем, вы сможете воспользоваться только... Да, давайте перенесем, но использовать я их не буду. Правила отбросов остаются теми же самыми, играем без доната, играем только игроками, которые нам выпадают в паках, на монеты, которые мы зарабатываем только в матчах, в кубках. В общем-то, фифа-поинт с нами переведены. Полный хардкор, как обычно. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти в это. Итак, первый пак. И наш игрок... Слушай. Первый отброс официальный. Господи. Теперь, когда вы сыграли свой первый матч, можете возглавить... Что это вы? Что за игроки вообще? Подождите, подождите. Так, ну-ка давайте вот отсюда по порядку. Так, первый отброс и Кантера. Неплох, неплох. Защита, физика, дриблинг, скорость неплохая. Форвард. Паласиос Мартинес. Жаво какой-то форвард. Келли, ужас. Какие у него статы. Бойчик. Паштига. Хаммер. Галилея. Галилей, блин. Мандевиль. Рохас. Кух. Хаюн, Джун. Какой, господи. Итак, наш основной голкипер. Чемберс. 50 нырки, 48. Ужас, ужас. Меня просто... Уничтожит меня на поле. Гарсия, 77. Неплохо, кстати. Слушай, 76 скорости. Вот это неплохой цена, защитник. Но вот второй, конечно, это ужас. Так, давайте смотреть. Что я могу хотя бы придумать-то. Левый полузащитник, я думаю, я на респонс поставлю. Нам выпал Файзулин, кстати. Очень неплохой игрок. Играть мы будем по схеме 4-3-3. Которой я больше всего привык. Или 4-3-1-2. Нет, давайте все-таки 4-3-3. Да, с ярко выраженным опорником. Фух. Блин, вот это состав. Вот это состав. Кто это нападающий? Янкович. Кстати, очень неплохие характеристики. Хотя бы удар 71. Эрнандес. Кантера. Ну, слушайте, реально неплохо. Реально неплохо. Жалко, что лишь один русский. Потому что мне его особо ни с кем не соединить. Давайте Жаво поставим направо. Шведа. Паштига, господи, господи. За что? Просто за что? Англичан на меня есть форт. Но пока у меня тут... Я смотрю, можно что-то из испанцев придумать. Из англичан. Давайте, знаете, давайте, наверное, вот этого... Парня сюда поставим. Не, куда выйти? Вы что? Я не хочу выйти. Итак, видимо, что-то с серверами было. В общем, нам предлагают назвать клуб. Дать название клуба. Давайте, мы дадим название клуба. Сделайте все задачи. Название клуба, конечно же, будут отбросы. И в этот раз я напишу это по-русски. Ну, то есть, по-русски-то мне не дадут, конечно, написать. А, вот бы еще знать, как... А, вот. Отбросы. Да, ну, действительно, отбросы выпали. Да, аббриатура ОТБ. Подтвердить, да. Ну, что ж, название Доно. Это все я не смогу сделать, потому что нужно приобрести предмет на трансферном рынке, например. Или выставить игрока. Я не могу этим заниматься, поэтому я не смогу получить этот пак. Я думаю, это понимаете. У меня аж 25 FIFA Points было в прошлой части. Команда недели. Представляете, если она выпадет, блин, Криштиану Роналду. Ну, это, конечно, вряд ли. Итак, смотрим, что у нас в составе. Я в итоге его не доделал. И мне даже схему не сохранили. Все, что я сделал, в итоге пошло коту под хвост. Ну, это, в принципе, электроник, кажется, что я ожидал-то. Так, правополузащитник. Нет. Я понял, что здесь будет Файзуллин. Этот парень ЛФ будет здесь. Так, сюда я решил поставить Мартинеса. Вот этого парня я решил поставить направо. Не знаю, правда, зачем. Так. Вот этот англичанин, кстати, даже, кстати, он неплох. Может, туда англичанину на форварду поставить? Нет, я, наверное, вот так сделаю. И поменяю просто... Местами, что ли. Левозащитник, 54 скорости. И второй левозащитник, 56. Эх. Ну, вот отбросы. Что я могу сказать. Хуже некуда. Не знаю, к чему в итоге эта команда вырастет, но пока что это просто ужас. Тихий ужас. Ладно, давайте откроем первый пак. Давайте откроем первый пак. Нам будет на протяжении 40 недель давать паки. Набор игрок Легенда Аренда. В смысле? Это что за набор такой? Так, давайте посмотрим, как паки выглядят. Да, Гуэра, Гризман на паках. Алаба Месси. Паки по 7500, как обычно. Ну и супер дорогущие FIFA Points. Самые большие FIFA Points стоят 2159 рублей. Ну, окей. Итак, мейн набор. Открываем первый набор. Все, что выпадает в паках, я могу добавлять в отбросы, поэтому... Смотрим. Что же нам выпадет здесь? Пожалуйста. Кто-нибудь. И это центральный защитник... Дебур. На три матча. Я вижу, что вратаря из Реала. Так, выделить применение. Хорошо. Франк Дебур будет у нас играть. Ну, 66 скорости. Ну, правда, серьезно? Ну, хотя бы Легенда. Хорошо, что дают одну Легенду в аренду на Xbox. Так, отправить в клуб. Продавать их смысла нет. Они стоят 0 монет. Дождался момента. Да, ну, давайте Яна задобавим в команду. Бронзовая картишка. Всяко лучше, чем... Тот чувак, который у меня сейчас на ворот встает. Я, правда, даже не знаю, кто. Да, Чемберска. Это 47 у него рейтинг был. Ну, что ж. Игрок Реала. Игрок Реала. У нас в команде. Дальше. Я остальных-то так и не посмотрел. Бастин. Центральный защитник Бельгийц. Нападающий английский. Так. Эдлер. Саб Диуф. Бейли. Дитко. Поляк. Правоползащитник. Ну, чокнутый поляк хотя бы уже есть. Но я, в принципе, думаю, что я всех, наверное, добавлю. Вот этого парня мне хочется потестить в центре. И я думаю, что я его на замену поставлю. Да. Минеральной бронзы будет, конечно, тяжело идти. Вот этот Родригес тоже неплохо француз, судя по характеристикам. Даже дриблинг какой-то есть. У нас есть даже серебряная карточка. Но я, пожалуй, паштига уберу. Целых 500 монет. Это даже, наверное, на бронзовый пак хватит мне. Так. Вот этого парня еще я хотел. Я его, наверное, даже на замену выпущу. Хаммера расставим. Так. Кореец нам не нужен. Ну. Давай. Давай. Хаюн Джун, блин. Ужас, конечно. Ужас. Эх, на этот брос. Ну и вот этого парня тоже будем на замене тестить. Такой чисто, как бы, даун в форме сборной России. По фотке. Но нет. Так, ладно. Всех остальных я отправлю в клуб. Потому что вариантов особых все равно нет. Ну, хотя бы выпала легенда. Это Дебур. Неплохо. Мне бы, конечно, кого-нибудь в нападении. А тут, кстати, Гарри Кейн. На бронзовом паке. Я пока могу лишь такой открыть. Там будет редкий игрок. Но я думаю, что я не буду открывать. Давайте хотя бы сыграем один матч. Да, найден легендарный игрок. Я думаю, если я это репостну, то люди офигеют. Итак. Показ о сыгранности, естественно, ни о какой речи не идет. Сап. Может, тогда испанцы все-таки убрать вот этого. Я просто реально хочу проверить тех парней, которые, мне кажется, могут что-нибудь сделать. У матчей. Нет, Файзулина оставлю. Дидко тогда будет на замену. Эрнандеса как форварда протещу. И... Ну, кто? Ну, Симпсон, наверное, направо. Дебура надо поставить. В оборону. Ой, сразу несколько связей. С простыми-то игроками. Так. Вот этот левозащитник, кстати, испанец. Он бы мог вот здесь неплохо подойти. Этот парень тогда пусть играет справа. Либо мне придется СЗ ставить направо, потому что, ну, это вообще чувак не бегает. Либо центральную полозащитника, что ли, убрать. Да. Да. Ну, пока без особой сыгранности. Что я могу сказать-то? Так, драфт онлайн. Один допуск. Драфт. Ну, онлайн-дивизионы. Поехали. Десятый дивизион. Первый матч сыграем сегодня. Скажем так, вступительный. Посмотрим, что из этого выйдет. Тренер у нас не меняется. Пусть шотландец будет. Итак, ребят. Ну, уже по традиции оказалось, что все-таки здесь есть игрок в аренду Уэсли Снейдер. Мы, конечно же, его берем. Остальных топовых игроков я трогать не буду. Здесь есть также Ракитич, Дехея, Видаль, Сантика Сорла, Ливандос, Китяго, Сильва, Эден Азар и Криштиану Роналду на три матча. Я бы мог еще Азара взять, но напишите в комментариях, могу ли я его брать или нет. Вот тут я оставлю выбор за вами. Будет ли Эден на четыре матча с нами или нет. Эль Капитана я беру уже 100%. Возвращаемся обратно в меню матча. Я ставлю его в состав и мы начинаем играть первую игру за отброс. Итак, вот он. Эль Капитана. 75 скорости, 800 ударов, 86 передачи. Прекрасная карточка. Отправить в текущий состав. Конечно же, он у нас будет в основе. И, конечно же, он будет Капитаном. Не зря ведь он Эль Капитаном. Итак, смотрим, какие формы. У нас есть синяя форма, есть красная. Но я, наверное, буду играть в синей, потому что соперник красно-белый. У него есть Марко Марин, как я вижу. Так, ну, со своим составом я закончил настройки. Итак, первый матч отброса FIFA 16, ребят. Обязательно лайк. Ну, и у него полностью арендованная команда, по сути. Дехея, Сильва, Ракити, Человек Капитана, Видаль. Гризман, да. У парня, конечно, состав посильнее, чем у нас. Будет тяжело в первой игре. Ещенко еще у него на правом фланге. Я верю в нас. Я верю в нас, что мы даже бронзы сможем справиться. Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон. Это очень важно. Это очень важно. Команда начинает замок низов. И посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Команда выходит на матч с обновленной средней линией. Новый центральный полузащитник сегодня проведет первую игру в составе команды. Да, первым делом выключить комментаторов. Но мы их, в принципе, послушали. Да, я думаю, нам этого хватило. Все, мы готовы. Капитана готов разводить вместе с Паласио свой мяч. Поехали. Капитана, первый момент. Удар под перекладину. Мяч чуть не залетел. Вратарь даже коснуться не успел. Но, в принципе, раз мяч летел выше, это, наверное, и правильно. Так, парень пытается играть забросами. В принципе, у него это получается. Но, пока он нам не забил. Как ни странно, прошло уже сколько? Почти 10 минут. Мы все еще не пропустили. Это значит, что мы очень-очень хорошо играем. Потому что, ну, состав у него действительно гораздо лучше, чем у нас. Только там пара игроков из стартового набора. Все остальные арендованные. Здесь люди действительно используют арендованных игроков. Но, по моим правилам, я могу использовать всегда лишать капитана. Потому что всегда добавляю вот этот. Ну, он уже символ команды. Ну, и вот посмотрим, смогу ли я использовать Эда Назара. Если большинство из вас проголосует за это, то я поставлю его в состав. Он сыграет за нас. Аж 4 встречи, соперник вышел. Неужели он почувствует, что я слишком силен? Ну, как ни странно, мне дали монет. Все, это что, это ничья, это победа, это ничего? Нет, и FIFA засчитывает, что это ничего. Хорошо. Хорошо. Видимо, нам нужно будет сыграть еще один матч. А тем временем, это матч и контракт только капитана отняли. Блин, обидно. На самом-то деле. Из 8 встреч, которые у меня такой топовый центральный, такой же полузащитник, может в моей команде провести легенда отбросов и всего лишь 7 матчей осталось. Первый матч я даже до конца не доиграл. Я даже игру не успел опробовать. Ну ладно, будем надеяться, что в следующем матче мы доиграем до конца. Вот здесь я уже думаю в красной форме сыграть. Выход на поле. Так, ну что у тебя за состав, приятель? У тебя уже испанцы собраны. Между прочим, с легендой Яга Аспесом. С Карвахалем справа. Вот, вот этого я хотел. Когда даже на ПК начинал, только первые буквально 2-3 дня были вот такие составы. То есть действительно, когда люди пытаются собрать составы под себя, чтобы хоть как-то играть с Дервата Таска. Ну, надеюсь, что мы действительно хотя бы этот матч доиграем до конца. Вот, а не так, что просто у всех суперкуплены составы и все такое. Я надеюсь, что и с продажей монет не будет такого бума большого. И действительно, ну, составов хороших будет мало. Да и шанс на получение клевых игроков, как я уже давно говорю, надо бы уменьшить. Вот, чтобы действительно решал скилл, решал умение игроков играть. А не то, насколько крутые футболисты у них стоят. Чтобы просто, например, пробегать через все поле и забивать. Но, немного не о том сейчас матч. Все-таки первая, я надеюсь, уже официальная встреча будет сыграна. Кстати, неплохая атака была. Как я и говорил, отношения с джойстиком, если это можно так назвать, от Xbox One у меня не самые хорошие. Но я постараюсь привыкнуть, чтобы показывать более-менее хороший футбол. Как вы знаете, я люблю играть в комбинации. Не спамлю забросами и навесами. Вот, так что будем надеяться, что все будет у нас хорошо в этом году. С вашей-то поддержкой, ребят. Да мы горы можем свернуть. Ух ты, какой момент перекладину попадает нам соперник. Я могу сказать, что большинство пасов, которые раньше проходили в 15-й фифе, сейчас не проходят. Ни у меня, ни у него. Мы просто с ним мячи теряем постоянно. Потому что уже привыкли играть в 15-ю фифу. Так, первая может быть сносная атака. Я, правда, не знаю, куда-то лучше мяч перевести. Получился вот такой заброс вперед. Но мяч мы потеряли. Хотя, он, в принципе, наш. Так, если игроки не знают, что делать, я буду отдавать на это капитана. Он точно решит. И скилла у него хватит с мячом пообращаться как надо. Перевод на фланг. Очень неплохо. Может быть, первый гол за отбросом. Кто же его формит? Нет первого гола. И прострела нормального нет. И вообще у вратаря получилось. Ну, просто. Нет, нет, ребят, накрыть. Все спокойно. Янос, давай. Выноси вперед. Ну, не так же. Плохо, ну. Хотя, знаете, я, наверное, тут... Мне будет сложно придираться к игрокам. Потому что, ну, они действительно бронзовые. Большинство из них даже не рарная бронза. И они, ну, простую передачу-то, мне кажется, отдать не смогут. Так, некий Янкович. Я, правда, не знаю. Действительно, кто это? Капитану! Первый гол за отбросом FIFA 16. Вот кто это сделает. Эль, чтоб его капитану. Капитан команды на протяжении трех лет. Лидер отбросов. Забивает первый гол за отбросов, ребят. Мы сделали это. Я рад, что мы хотя бы забили гол. Курьезный, да. Здесь защитник отдавал пас назад. Другой защитник не справился. Эль капитана пробил вратаря. Да, поаплодируйте ему это, аль капитану. Он свое дело, блин, знает и делает. 1-0. Так, Дебур против нападающего. Дебур, ну давай, легенда! А вытащил-то вратарь! Бронзовый! Вот это молодец! Ну давайте, ребята. Давайте, ребятки! Хорошо, аль капитану! Так, а меч это все еще наш. И атака продолжается. Пас на аль капитану. Есть несколько вариантов. Перевод сюда. Я не знаю, кто это, но он отдает пас вперед и добить. Нет, не получилось. Удар! Дебур выше ворот. Не, ну первый тайм за нами, ребят. Первый тайм за нами у него состав с полной сыгранностью. Лучше, чем наш, но... Пока мы впереди. Эль капитану. Хорошая передача, молодец! Парень! Ну, эль капитану я вообще низом пытался отдать. Пасы переделали капитально. Просто капитально. То, что я хотел, чтобы получалось, не получается. Ну и плюс игроки низкорейтинговые. В любом случае, первый тайм за нами. Это очень хорошо. Эль капитан забил. Игра мы, я могу сказать, довольно неплохо. Но вообще тут, по статистике, игра равная. Альфа и Салия в как, кстати, у нас эмблема. Ну и эль капитана, между прочим, устал. Не особо хочется срать этот контракт, конечно. Но я помню, что паренька я хотел одного проверить. Я, наверное, Дюфа выпущу сюда. Хотя он ЦАП. И Дитко. Ну вот Файзульна я вообще на поле не заметил. На самом-то деле. Ну ладно. Пока так. Пока так будем играть. Показывать теперь хотя бы карточки. У игроков. И если действительно там соперник выписывает кого-нибудь. Криштиану Роналду. Информа, да? Или ТОЦа. Вы хотя бы будете знать, что это действительно ТОЦ. Или вместо простой карточки против вас выходит Информ. И он может сыграть чуть лучше. Ой, вот это молодец он! А вратарь-то наш красавельчик, ребята. Вот он. Вот бронзовый вратарь стоит лучше Крула. Что бы вы там ни говорили. Ну просто, вот серьезно. Я буду сравнивать Крула. Я буду центральных своих защитников с Миксасами сравнивать. Как с телом Миксас отвратительно играл. И как шикарно вот сейчас сыграл в первом матче уже бронзовый вратарь. По сравнению с тем, что творил золотой Крул, который по 7 мячей пускал. Так, пас вперед Аль-Капитану! Вот это момент! Забивай, братюнь! Мимо. Хорошо. Молодец все равно. Ошибка вратаря! Пас на Аль-Капитану! Нет, это не Аль-Капитана. Это был кто-то другой. Просто отсюда все игроки такие маленькие. Но я только с этой камерой привык играть. Так что если вам мелко, ребят, извините. Действительно, просто я с другой камерой играть не могу. Мне нужно видеть всех игроков. Видеть, куда могу отдавать пасы и как комбинации строить. Так, опасно. Нет, вот видите, у него тоже пасы идут не туда, куда хотелось бы. И пока что действительно тяжело привыкнуть к новой системе паса. Мне кажется, она новая. Потому что все получается не так, как хочется. Кстати, неплохой момент для атаки, но пас подкачал. Может, вратарь снова шибется? Нет, выносит. Удар какой! Снова он сейвит! Я забыл уже, какая фамилия у моего вратаря. Но он лучший. Рубен Янесс, ребят. Запомните это имя. Просто Янесс, ну, реально, пащер. Ну, этот орбитер какой-то непонятный холл заметил. А в штрафных-то, наверное, вот этот какой-нибудь Рика и сможет нам там как-нибудь пнуть мяч. Удар выше ворот. 25 минут, ребят, еще играть. Держаться надо. Просто держаться. Под конец, я думаю, давление на нас будет еще больше. Ну, у него сколько уже? 3-4 момента было. Очень-очень опасно, где в итоге наш вратарь засейвил. А вот момент! И нет офсайда! Забивай! Да что ж ты такой косой? Блин, вот этот момент. Так, навес. Да тут просто читер! У меня вратарь бронзовый читер. И как же я сейчас не подумал, а? Ну, просто вообще какой-то дикий парень. Нереально дикий. Офигеть. Вот какую фифу надо было называть вратарской. Что вратари стали теперь вообще супер шикарными. Было в сайт, нет? По-моему, не было. Просто забей. Просто забей! Ах, вратарь засейвил. Так, 15 минут осталось. Замену нужно сделать. Фух, халькапитана устал, но я не знаю. Ну, давайте файзюгну сюда выпустим, а в центр. В центр дитко. Ребят, 1-0 выиграл. Вы сейвы вообще видели нашего вратаря? Я потом, надеюсь, покажу момент лучше халькапитана. Мы тебе поаплодируем, конечно же. Легенда шикарно сыграл. Забил первый гол за отбросов. 16-й фифе. Я же заговариваюсь, но реально. Сумасшедший какой-то матч. И это гол! Кто забил? Дебур? Это Дебур. Это Франк Дебур. Легенда. Он с капитанской повязкой вместо капитана на втором тайме. После замены тут же забивает. Он гол. 2-0. Отбросы ведут. Великолепно. Великолепно. Легенда забивает за отбросов. Франк Дебур. 2 голландца сегодня. Сыграли за отбросов. Но и... В принципе, играть не так много остается. Он побежал с центра поля. Давайте посмотрим, получится ли. Нет, не получается. И игрок в виде, он не настолько пейсовый, как раньше было. В принципе, есть, конечно, шанс, что у него этот игрок и так не особо большой. Кстати, Файзудин, который я вообще в матче не видел. Надеюсь, что в других встречах будет по-другому. Вот неплохо, кстати, сейчас разыграли. Удар. Плохо. Ну, вот единственное продолжение атаки. Я увидел вот такое, и мы снова потеряли мяч. Да, я думаю, что у игроков с лучшим дриблингом получалось бы все гораздо лучше. Но мы действительно с мячом не можем долго находиться. Постоянные потери. Постоянные потери у соперника. Видно, что первый день реально люди играют в FIFA. И это очень клево. Ну, в 16-й именно. Потому что пасы переделали полностью. Контроль мяча переделали. Но это не важно. 2-0 мы побеждаем в первом своем матче. В первой серии. FIFA 16 отброс. Да, Франк добурадуется. Но он помог нам выиграть. Забил гол с углового. А первый гол забил Аль Капитана. Вы знаете, как я просто рад. Реально рад, что Аль Капитана забил. Лесли Снейдер. Два удара, один гол. Вот так. Еще и запасных показывает после матча. Я бы, наверное, посмотрел голы. Но знаете, Янос. Лучший игрок матча. Просто, блин, открытие. Бронзовый чувак. Просто таща. Показал Крулу, как должен играть настоящий вратарь. Я понимаю, что потом он будет пропускать. Да, это неизбежно. Но, блин. Просто парень шикарен. Реально. Так, давайте посмотрим. Поближе наш первый гол. Мы должны его запомнить. Янкович тут боролся. Защитник отдает назад. Этот почему-то проскакивает. Тут парень, смотрите, он попытался обработать. И он просто шиповками не достал до мяча. Ну, а тут Аль Капитан. Он всегда знает, где надо быть. И останавливает мяч. И гол. Все. Ну, как бы, первый гол за отбросов выполнен. Аль Капитан его забивает. После этого он радуется. Но я хочу посмотреть на прекрасную игру этого парня. Потому что, ну, это же просто сумасшествие. Сумасшествие, что он делал сегодня в воротах. Вы посмотрите, какой навес. Кстати, мы чем селект играем. Многих детствий он был. И вы посмотрите, что он делает. Просто, ну, это расстрел. Ну, это расстрел реально. Он берет и отбивает. И я не знаю, сколько тут еще таких моментов. Вот еще один сейв. А, да, еще один сейв. Окей. Выход из ультиматива прекрасный. Но хоть поражение-то мне не дадут, блин. Монеты ведь дали уже. Просто сами понимаете, сейчас какой наплыв. Первый день люди пробуют огромное давление на сервера. Да, естественно, электронные карты сервера свои не собирались улучшать из года в год. Зная о наплывах. И о том, я уверен, что и когда карточки начнут выходить, все будет просто висеть по часу, по два. И паки не будут открываться, как обычно. Но. Альтернатив, по сути, нет. Есть пес, но там нет ультимейт-тим, там нет отброса. Ну что ж, ребята, результатом засчитали. Почему-то потратил еще один контракт у Эль-Капитана. У Дебура остался один матч, поэтому я его, пожалуй, оставлю на замене на следующую встречу. Не хочу просто так его контракт потратить. Я думаю, что он нам еще пригодится, например, в каком-нибудь матче, где нам нужно будет выходить в девятый дивизион, если у нас это получится. В общем, что могу сказать. Ява был неплох, но подальше его я не заметил почти. Янкович был заметен, поспособствовал, по сути, в забитии первого мяча. Кантера, ничего не могу сказать, Файзулин не был виден. Суши сыграл шикарно, Дебурж сыграл шикарно. То, что касается защитников, они сыграли действительно неплохо. И вот этот парень, мой герой. Рубен Янос, запомните его. 190 сантиметров, 93-й год рождения. Просто лучше. Просто лучше. Вообще, вот просто. Как я рад, что он из Кантеры. Вот реально. Я очень рад, что он из Кантеры. И теперь играет в Мадридском реале. Ну, в общем-то, на этом мы закончим первый выпуск. Спасибо огромное за то, что посмотрели. Ставьте палец вверх. Как можно быстрее выйдет новый выпуск. А я? А я пойду играть дальше за отбросов. Увидимся. С вами был Джек. Счастливо. Продолжение следует...